Уважаемые студенты школы блогера, всем гигантский приветик! Меня зовут Вера Штукенция. И сегодня я вам объясню свой взгляд на то, куда деваются подписчики. Наверное, вы замечали, что в какой-то день вы заходите на свой YouTube-канал и видите, что у вас 50 подписчиков. Потом вы заходите на свой YouTube-канал завтра, а у вас 39 подписчиков. И вы просто в шоке. Как же так? Куда делись эти люди? Почему они от меня сбежали? Они меня больше не любят? Или может быть вообще что-то такое произошло? На самом деле, вот мое видение. Я просто на YouTube уже 3 года. У меня тоже такое бывало. У меня это бывало и такими, скажем так, ну, единовременными пропажами. То есть, просто заходишь какой-то раз, у тебя меньше подписчиков. Так, ну, заметно. А бывало, что у тебя начинается тренд. Тренд это вообще пипец. Одно дело, у тебя просто взяли подписчики. Куда-то делись, думаешь, ну, ладно, может, боты. А потом, ты понимаешь, что у тебя все нормально было, там все росло, хоть как-то худо-бедно, да, там, по чуть-чуть. А потом, бам, в течение, там, трех месяцев. Чпок. Снижение. Отписываются люди. А ты просто в шоке. Типа, почему так? Я не знаю, почему точно, потому что я не YouTube. И я не знаю, как работает механизм YouTube. 100% этого не знает никто. Ну, из тех, кто будет делать видео на эту тему. Но у всех есть свои догадки, а у меня есть свои. Вот. Первая моя догадка заключается в том, что YouTube это система развивающаяся. И основной смысл YouTube системы это честность. Чтобы было честно, YouTube проверяет, нет ли у вас накрутки. Не ставите ли вы сами себе лайки и не накручиваете ли просмотры, там, нажимая F5. Да, если вы F5-ите свои видео, то эти просмотры вам сбросятся. И вас вообще могут за это нарукать. Очень сильно. Вот. И, ну, многие других, то есть, чтобы не было накруток, не было ботов, не было всяких нечестных способов конкуренции, и сама система YouTube, она развивается в эту сторону. Так вот, также на YouTube, кроме настоящих людей, есть боты. Боты – это так называемые фейковые аккаунты или ненастоящие аккаунты, не принадлежащие конкретным людям, а просто созданные с целью накручивать что бы то ни было. Затем это все продается, есть специальные какие-то системы, которые там вы можете деньги заплатить. Я вообще вам не советую с этим связываться, потому что вы можете попасть на то, что ваш аккаунт заблокирует, и вы больше не сможете вести свой YouTube-канал. Это обидно и грустно. Особенно, если у вас уже YouTube-канал, ну, имеет какие-то определенные достижения. Вот. И что я хочу сказать на эту тему, да, это могут быть боты. То есть, например, на вас, на ваш канал подписались какие-то фейковые аккаунты. Почему они это сделали? Ну, потому что так получилось. Вот. На YouTube очень много чего получается. Вот просто так звезды сложились. И потом YouTube рассматривает эти аккаунты и считает их ботами. Также в эти боты или в эти фейковые аккаунты могут попасть аккаунты настоящих людей, которые просто давным-давно не заходили на YouTube или забыли свой пароль, потом создали новую страничку. То есть, такие копии как бы друг друга. Вот. Соответственно, YouTube это все склеивает. То есть, если у вас есть старая страничка и новая страничка, и вы старую страничку подписались на канал, потом сделали новую, старую уже давно не пользуетесь, делаете пользу только новой, подписались новой, то постепенно, как мне кажется, YouTube может вашу старую страничку слить с вашей текущей, то есть, как бы удалить из подписок. Вот. Таким образом, это отписки, да, вот люди. Есть еще другой процесс. Это естественный процесс, миграция аудитории. То, что вы видите, что у вас постоянно что-то растет. Вообще, вот количество подписчиков, почему я не обращаю на это совершенно внимание, на какие-то конкретные цифры, и вам тоже советую не обращать. И вообще, просто забейте на эти цифры, потому что важны не цифры, важны тенденции и тренды. Если у вас в целом идет рост, то все хорошо. Если у вас в целом идет стагнация, тоже хорошо. Если идет падение, то как бы надо что-то с этим делать. вот, но нельзя понять, рост у вас или падение за один день, или за неделю, или даже за месяц. Лучше всего смотреть хотя бы за полгода. Вот за полгода вы можете понять, рост у вас или падение. Так вот, однажды у меня было так, что определенные месяцы, два или три месяца, у меня шло падение. И если бы я начала паниковать, начала бегать, и думать, ааа, у меня все отписываются, а у меня реально ушло низ, 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 подписчики, то я бы реально стала переживать, что-то пытаться делать, паниковать. Но я не стала паниковать, потому что я умный человек, я аналитик по своей профессии. Первый, да, или второй. Ну, в общем, не важно. И я понимаю, что нет смысла смотреть на короткосрочный период. Я сразу же смотрю статистику за полгода, и я вижу, что за полгода я все равно растую, у меня все хорошо. У меня нет никакого спада гигантского, то есть за год уж тем более. Поэтому не обращайте внимания на какие-то короткосрочные вещи. Это все бывает связано с погодой, с тем, что начались или закончились каникулы, с тем, что какие-то праздники, с тем, что... Ну, в общем, вы понимаете, с чем угодно. Вот. А всегда, если вы смотрите аналитику, обращайте внимание на длинный период, минимум полгода, лучше за год. Тогда вы можете понять уже, растете вы, падаете, что происходит. Ну что ж, я надеюсь, я объяснила вам, куда деваются ваши подписчики. Не парьтесь, если у вас немножко подписчиков убежало, скоро прибегут новые, особенно, если вы будете смотреть Школу Блогера и вместе с нами твориться, давать замечательные видосы. Ну что ж, до скорой встречи, увидимся. Всем по кусике.